Валерия Королёва Валерия Королёва Валерия Королёва Дмитрий Леонидович Нечаев Депутат Законодательного Собрания Олег Станиславович Лебедев Здравствуйте Владимир Александрович Историю Волнынского кладбища Собственно, да, что оно Начало восстанавливаться В этой истории известно, насколько Я знаю, не только В Твери, но и за пределами ее Надо сказать, что раньше это была территория Которая была заброшена Мусор, растительность Здесь Надо отметить, что важную роль Сыграла инициатива самих Жителей, в том числе вас Что вот вас подвигло Взять лопату И пойти убирать мусор Говорят обычно, что один в поле не воин Но здесь это Просто как стереотип Спасибо, я понял Я действительно начинал в начале один Но сейчас уже далеко не один Поэтому, да, наверное, я как-то Своим примером подвиг Других людей, которые вот стали ко мне присоединяться А что, собственно, меня побудило Да то, что территория была очень заросшая А надо сказать, что тогда, когда я это начинал Еще, ну, года три назад первый Значит, взял мешок Пошел убирать мусор Тогда, вот, в ближайшем Заволжье Не было, как бы, таких столь значимых Очищенных И, ну, скажем так Благоустроенных мест А почему, собственно, кладбище? Ну, во-первых, потому что мы должны помнить Тех людей замечательных Надо строителей нашего города Вот И отдать им память Во-вторых, это сердце Волынской слободы А в прошлом Орефьевской слободы Поэтому, безусловно, это историческое значение Имеет данное место И излюбленное место горожан Ближайшего Заволжья Ходить там Собственно, оно выполняет уже функцию парка Вот это меня и подвигло Оно вызывает интерес сейчас не только у жителей Да, микрорайона Соменки Где оно, собственно, располагается Но и других районов Там же уникальные надгробия конца 18 века Там же есть, что называется, да? Есть чему удивиться Оно вызывает это кладбище Интерес благодаря интернету Люди стали смотреть И, видимо, мой пример Сподобил других жителей других регионов На восстановление кладбищ Вот, например, недавно Я давал большое интервью Амурскому телевидению Благовещенске Где местные казаки Восстанавливают кладбище А совсем недавно Со мной связались жители Ярославской области Где они пытаются облагородить Бывшее кладбище НКВД Волголага Вот И спрашивают А как ты С чего ты начинал? Вот как нам написать письмо Вот туда-то и туда-то Я говорю Ребята Не письма надо писать Вы же видите Я же вижу На фотографиях Что вы выслали Сколько мусора Ну кто приедет? Губернатор приедет Что ли бумажки мусор собирать? Это же ваш дом Вы тут живете Ну и вот вы и начните Вот Вы покажите Что это место значимое Что люди заинтересованы Безусловно тогда и Обратят внимание Не на все ведь хватает Рук У наших У руководителей Нашего города Поэтому нужно Жить как-то союзно Сообща Помнить что Ты Это твой родной дом За тебя никто ничего не сделает И хочется вопрос о власти задать Насколько важна инициатива Самих жителей и районов? Ну давайте мы Во-первых Почему мы обращаем внимание На это такое событие Оно интересно В плане того что Жители нашего Заволжья Проявили вот такую инициативу И конечно таких людей Как вот Владимир Александрович Мы их всячески поддерживаем У нас есть такие же энтузиасты Как Например директор ботанического сада Юрий Викторович Наумов Наумцев Вообще мы говорим о том Что у нас на территории Ближнего Заволжья Формируются новые Такие туристические Маршруты Ведь туризм бывает И событийный И познавательный И исторический И вообще возрождение Вот этой территории Оно еще начиналось С того момента Когда мы стали возрождать Там и строили Храм Серафима Саровского Который по сути говоря Примыкает К этому историческому кладбищу Потому что сегодня Оно не выглядит уже Как вот традиционное Такое кладбище Это действительно такая территория Это самое Древнее Сохранившееся Кладбище На территории города Твери Где похоронены И руководители нашего города Той поры Тверские И купцы наши И так далее Меценаты Очень интересные личности И действительно Совсем недавно Например Как мы пытаемся Выстраивать Такие новые маршруты Вот например Недавно Совсем открывался После реставрации В нашем Музее Тверского быта Дом купцов Арефьевых Которые кстати Вот многие из них И покоятся Да Их предки На Волынском кладбище Вот это Замечательная экспозиция Всем тоже рекомендуем Посетить Эта история Удивительная Насколько уж она правдива Как они там встречали Петра Первого Вы знаете Поэтому Вот развитие Ботанического сада Развитие Набережной Волги И Тверцы Это все формирует Вот такие вот Маршруты И конечно мы Всячески поддерживаем Такие инициативы Когда люди сами По зову своей души Как говорится Вот такими вопросами Занимаются Потому что Эта территория Она конечно Находилась в крайне Плачевном состоянии Она была вся заросшая Деревьями Кустарниками По сути это были Свалки Несанкционированного Мусора Вот Не будем давайте Забывать что Привели в последнее время Все таки там Примыкает у нас И мемориал Вот мы сегодня находимся В преддверии Да Великого самого Главного праздника Где похоронены Защитники И освободители Нашего города Братское захоронение Братское захоронение Да Где кстати Состоится скоро Возложение 9 числа Тоже в 10 часов Всех приглашаем Ну и там же Проходил и рубеж Обороны Да Мы знаем Нашего города Где как раз Вот по краю По сути говоря Волынского кладбища И находился Находилась передовая Поэтому это место Очень такое Исторически значимое И интересное Мы стараемся Конечно Вот все эти территории Сегодня Максимально развивать Потому что приходит Все больше у нас Пароходов Конечно у нас Вот эта непростая ситуация История С восстановлением Здания Речного вокзала Но двигаемся Мы вперед Вот я тут иногда Смотрю в интернете Читаю какие-то вещи Статьи Заметки Еще раз хочу сказать Что в бюджете На этот год Благодаря нашему губернатору Игору Михайловичу Рудене Заложено 17 миллионов Рублей на проектирование То есть Можно об этом поговорить Вот в руках я держу Тоже Один из Таких этапов Сегодня вы знаете 15 территорий Ваш канал Спасибо Активно участвует В городе Твери Выставлены на Скажем так На голосование за них Вот я поддерживаю Например Такую тоже Очень интересную Значимую территорию Между новым Мостом И зданием Личного вокзала Вот этот вот сквер Перед политехом Потому что мимо Как раз Проходит много туристов И так далее Нам очень важно Конечно Вот эту нашу Территорию Ближнего заложья Развивать Ну вы знаете В Затверечье Есть инициатива Тоже Игоря Михайловича О благоустройстве Там парковой зоны Да Это опять же Инициатива Одного из юных жителей Да Который выступил И поэтому Когда власть Депутаты Жители Объединяют Свои усилия Работают вместе Конечно Результатов Нам удается Добиваться Гораздо больше Ну а потом Все люди видят Ведь это же мы Сами замусориваем Порой берега наших рек Наши парки Скверы Наши дети Разрисовывают Фасады домов Там водосточные трубы Да Эти колотят Там Поэтому конечно Это очень важно А сейчас Прервемся на короткую рекламу Не переключайтесь Сегодня мы говорим О благоустройстве Мест отдыха В заложском районе Твери И как один из примеров Это благоустройство Волынского кладбища Оно началось С инициативы Самих жителей То есть с волонтеров Один из них Владимир Александрович Пимонов Сегодня у нас в гостях Владимир Александрович Вы вот Да не один А самый главный Давайте говорить честно Это главный инициатор Инициатор И участник Благодаря которому И нас Который вовлек В это Владимир Александрович Не только сам Начал еще И заразил Таким благородным Примером И жителей Микрорайона Соминка Которые в массе своей Приходят на помощь Владимир Александрович Помимо физической помощи Да с ней все понятно Добровольцы находятся Кто-то на постоянной основе Кто-то Время от времени Что касаемо Материальной помощи Все-таки восстановление Тех же Надгробий Уникальных надгробий Надо отметить Восстановление Приведение в порядок Самой территории Это же вывоз мусора Это какой-то инструмент Нужен Как вот с материальной помощью Обстоит дело Ну по поводу Материальной помощи Это конечно деньги Вот Или же автомобили Автомобили С вывозом мусора Нам помогает И заводская администрация И помогает Тверь спецавтохозяйства И здесь уже Все налажено Как говорится Все работает Как часы Но помимо Вывоза мусора Требуются еще И лопаты И топоры А вы сами знаете Что хороший топор Это Вот 700 рублей Хорошая лопата А 1100 рублей Там и больше Вот Поэтому безусловно Нам требуется Элементарно Вот Инструмент Порой бывает Приходит очень много Даже работников А Нечем их даже вооружить То есть Вот Вручную Лопаты Топоры На это Требуется Средство Требуется Средство На зеленые Насаждения Ведь помимо того Что мы Убираем Рябинник Вот эти Хламные кусты Кстати Это у нас Все делается Официально Все С разрешения Порученный талон Да Безусловно Вот Но Насадить Вырубить можно Все Оставить пустыню А поэтому Мы хотим Вместо Этого Рябинника Сделать Такие Вот Культурные Туда Посадить Деревья Ну Представляется Так Что это Калина Черноплодка Красная Рябина Ирга Вот Собственно На приобретение Данных Растений Также требуется Средство Владимир Александрович А что касаемо Да Цемента Песка Гравия Это же тоже Необходимо Да Памятники Памятники Которые Мы Вот Собственно Восстановили Памятник Светогорову И Одному Из Купцов Рода Ариевьевых Ну Вот Элементарно Чтобы его Поднять Этот памятник И Чтобы он Не проваливался Конечно Требуется Щебень На один Такой памятник Требуется Порядка 120 килограмм Щебня И где-то Еще Немало Цемента Безусловно Поэтому требуется И стройматериалы Щебень Песок Цемент А кто помощь оказывает Все-таки материальная помощь Приходит Да Вы знаете Она приходит Люди Просто приносят Мимо Идущие Бывают Просто Дают Деньги Вот Но Помощь Оказывают Разные Люди Но Она Нерегулярная И конечно Это Незначительно Символическая Но сейчас Разрабатывается В целом Концепция Развития Этой территории Надо сказать Что Эта территория Заинтересовала И губернатора Тверской области И главу Города Твери Поэтому Мы потихонечку Подходим К тому Чтобы Действительно Определиться Концептуально И Если Эта территория Войдет В такой Исторический Маршрут Туристический Возможно Нам Удастся Уже Здесь Какие-то Средства И Программные И Бюджетные Включить Точно Так же Как С тем же Зданием Речного Вокзала Вы знаете Что он Вошел В перечень Памятников И объектов Которые Должны Восстанавливаться В первую очередь Вы знаете У нас Там Недалеко Идет Грандиозные Тоже Работы Связанные Со строительством Грибной Базы На Тверце Поэтому Нам Вообще Хотелось Чтобы Эта Территория Развивалась Туда Шла Условно Говоря Дальше Туда На Соминку Уходила И Развивалась Таким образом Поэтому От решения Всех этих вопросов Будет очень важно Ну и конечно Мы просим Владимира Александровича Дмитрия Леонидовича Тоже депутаты Тверской Городской Думы Подключились К этому Очень активно Может быть На социальном Комитете Приглашаем Да Уже мы Запланировали Встретиться На комитете По социальной Политике Где зампредом Я являюсь Обсудить Эти вопросы Тоже Я уже коллег Поставил В курс Ну вот Все тоже думают В каком плане Могут указать помощь Присоединиться То есть Эта встреча Я надеюсь Состоится В ближайшее время Будем этот вопрос Продвигать Однозначно Может быть Назвать Телефон Для связи Или как-то Или через редакцию Пожалуйста Владимир Александрович Скажи телефон Можно телефон 8905 553 3898 Еще у вас Есть группа Вконтакте Есть еще У нас Группа Вконтакте Она так и называется Волынский Некрополь Туда можно зайти Есть все координаты И контакты То есть Если у кого-то Есть возможность Помочь Как-то Своим физическим Участием Или какими-то Материалами Строительными Какой-то Экипировкой Инвентарем То можно зайти Вконтакте И с вами связаться И предложить помощь Передать Конечно Помощь нам Оказывает Большую помощь Оказывает Главное управление Архитектуры Физическую помощь Приходят Работают На субботники Олег Станиславович Оказывает Помощь И материальную И физическую Помощь Вот В прошлый Субботник Тоже приходил Так же Работал Наряду со всеми Мусор собирал Там И прочее Мы с коллегой Ануфрием Юрием Владимировичем Депутатом Городской думы Убирали сопредельную Территорию Этот субботник Это как раз там Где мы Олег Станиславович Сказал От речного вокзала До Красненского моста Мы там Провели свои выходные Но на будущее Вот прям даже Вас просим Привлекайте И нас Тоже готовы Прям не откладывать Тоже присоединиться И здесь К работе Потом Хотелось бы Тоже поднять Еще одну Такую Проблему Связанную С этой территорией Если мы о ней говорим Это вы знаете Это вот содержание Тоже безнадзорных животных Хотелось бы тоже Обратить внимание Людей Вот ко мне Иногда обращаются люди Потому что там На кладбище Вот на старом Да Это мемориале Назовем уже так Потому что Я бы так его называл Потому что Как кладбище Оно в общем-то Уже Не 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 Да Оно как вот Действительно Там у Владимира Александровича Две Собачки живут Мы знаем Что к сожалению Недалеко Как раз Вот были тоже Такие моменты Которые нас очень Беспокоят Когда были отравлены Животные Вот И в целом Конечно Хотелось бы мы Чтобы вот тоже Цивилизованно К этому подходили Действительно Дмитрий Леонидович Этой темой Очень активно Занимается Еще раз хочу сказать Что благодаря Его настойчивости И его инициативе Чтобы жители Нашего города Знали Появился Да В московском районе Больших перемерков Да Приют Приют для содержания Он пока еще у нас Не зафункционировал Так как бы нам ходилось Потому что меняется Федеральное законодательство Конечно мы сегодня Думаем о том Чтобы на территории города Появлялись и площадки Для выгула животных Это тоже очень важно Потому что это все Мы конечно должны убрать Животных Особенно там Со стадионов С территории школ Детских садов Больниц Это очень Но и в том числе Мы должны понимать Что вот это гуманное Обращение с животными Оно быть Должны быть Вот это золотая середина Интересов жителей Поэтому просьба тоже Вот К этому внимательно подходить Потому что я знаю Я вот эти Которые Две там Да Собачки ваши Которые живут Фима и Фроси Они там Они такие Безобидные Достаточно Но свою роль Потому что бывает у нас Конечно и молодежь И вандализм определенный Там Вот Они там проживают А у нас есть Звоночек в студии Алло здравствуйте 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 Слушаем вас Здравствуйте Ну во-первых Низкий поклон Тем кто Взялся за Волынское кладбище Потому что Историческое Значение Этого Некрополя Очевидно Наверное И историческому Обществу Не только Города Твери Оно интересно И у нас же В университете Есть исторический Факультет И археологи Которые могли бы Так сказать Присоединиться К этому Моменту Вообще Нужна Суперпрограмма Потому что Подвижники Это еще раз Низкий поклон Но здесь Должно быть Серьезное исследование Историческое Ну и то Что касается Кладбища То это вообще Это наше прошлое И будущее Каждого из нас Вот я И уже Говорила С Дмитрием Леонидовичем По этому поводу Про Приморговые территории Вообще При больницах Города Твери Это печальная История Которая Совершенно Неблагоустроена И на уровне Региона Должен решаться Вопрос Хотя территория Городская Но вот Поиметь это ввиду Обязательно надо И на территории Заволжского района Это седьмая Больница Ну и То что касается Территории Между Новым мостом И речным вокзалом Вот мы Аборигены Этой территории Да То есть Все-таки Моменты Городского Уровня Которые В общем-то Наверное Не нужно Выставлять На То Чтобы Проголосовать Есть Точки Которые Местогени Да Которые Безусловно Должны быть Отреставрированы И приведены В порядок Вне зависимости От голосования Наверное Эта территория Историческая Тоже имеет Своё значение Ну а вам Ещё раз Хочется Поздравить всех И с наступающими Праздниками Я вижу Атрибутика Соответствующая И Волынское Кладбище Это тоже Место Святое Спасибо за внимание Спасибо и вам Тоже мы вас поздравляем Я узнал Ты избирательница Друг нашего Канала Но она не представилась Поэтому я не буду её называть Она действительно проживает В том районе И не раз мы обсуждали Вот эти названные вопросы Я хочу сказать Что по поводу Благоустройства Мест возле больницы Это и парковочные пространства И места прощания Там как не грустная тема Всё равно Это нужно благоустраивать Обсуждали И поступал запрос От избирателей Неоднократно обсуждали На комитете По социальной политике Приглашали Администрацию города Профильного заместителя Вы знаете Вопрос сейчас сдвинулся С места Сдвинулся Да Я об этом хотел сказать Потому что обратили Региональные власти На это внимание Уже представлен проект Благоустройства Этих зон Выделены определённо Финансирование Поэтому я очень надеюсь Что может быть даже в этом году Мы увидим Ну и в том числе Возле 7 больницы Конечно это непорядок Когда люди там Приезжающие к своим родственникам Навестить Вынуждены на старых Трамвайных путях Парковаться там То есть этим вопросом Занимаемся плотно И подвижки есть Это на контроль Ну а что касается Вот сквера Между мостом И речным вокзалом Всё-таки я хочу объяснить Почему важно Это голосование Я хотел бы Жители Заворского района Поддержать этот проект И за него проголосовать Потому что Из 15 территорий Выиграет только одна Эти средства Они выделяются Из федерального бюджета Мы можем Порядка 100 миллионов рублей Получить И действительно Вот эту территорию Привести в порядок Потому что там Интересные такие Есть задумки Мы вот обсуждаем Это с ректором Нашего политеха Твардовским А какие перспективы Это у нас Дело в том Что Во-первых Его действительно Хотят сделать Таким Интересным Оттуда Начинается Большое количество Экскурсионных программ Особенно Когда Приходят корабли И там в принципе В свое время Рассматривается Возможность В случае А мы уверены Что рано или поздно И в ближайшее время Речной вокзал Будет восстановлен И сегодня Есть разные концепции Некоторые из них Я могу сказать Где-то Мы видим О том Что там Гостиничное пространство Появится Кто-то предлагает Организовать Там музей Волги Туристко-информационный Центр Там разворотное Кольцо Может быть Для автобусов Туристических И так далее Плюс Возможности Проведения Каких-то Лекториев На открытом воздухе Таких Интересных Площадок Естественно Какие-то Зоны Для отдыха Для прогулок Старшего поколения Поэтому Она Сама концепция Будет включать И разработку Вот этого проекта С учетом Мнения жителей Но я еще раз говорю Конечно Поскольку Вот Например Пролетарская набережная Год назад Выиграла Это голосование Они получили Вот эти средства И там Работа сегодня Активно ведутся Условно говоря Поддержат ли нас Жители Заволжского района И жители других районов Это тоже важно Но то что Это видовая Значимая территория Конечно Это важно Еще раз хочу сказать Что мы очень активно Сегодня работаем Над вопросом Восстановления Речного вокзала Поверьте Дело в том Что такой вопрос Он достаточно Непростой Я сейчас Свою точку зрения Просто выскажу Потому что Те средства Которые были потрачены Исследования Которые мы провели Все-таки говорят о том Что действительно Фундаменты там Очень уязвимые Они в основном Из силикатного кирпича Сделаны Часто подтапливались Деревянные перекрытия И так далее Поэтому Очевидно Мнение многих Что сохраняя Архитектурные формы Этого памятника Такого значимого Для нашего города И Тверской области Все-таки Наверное Было бы Неплохо Подстраховаться И его приподнять Все-таки Немножко Потому что Мы знаем Что у нас Нет-нет Но мы имеем Такие Случаи Когда вода Поднимается Достаточно высоко И подтапливают У нас Фундаменты Поэтому И будет Тоже удивительно Если мы Проблему речного вокзала Решим А вот эта Прилегающая территория Ну она будет Такой непрезентабельной Поэтому это тоже Вот Как цепочка Таких событий Ну и наверное Все-таки Многие видят Что и набережные Тверцы И Волги И городского пляжа Они потихонечку В порядок Приводятся Ну эта территория Однозначно Относится к территории Такой рекреационной Потому что Это водные ворота Въезд в Тверь Да Мы понимаем Что сотни и сотни Туристов приезжают Это нас радует Конечно Ну и мы должны Как говорится Показать им Сразу товар лицом Плюс это должно быть И привлекательность Туристическая Плюс какая-то Экономическая Конечно Составляющая должна быть Потому что наш регион Сегодня развивается В том числе Развитие туризма Одна из приоритетных Областей И у нас очень большие Ресурсы и возможности И у города И у области У нашего региона Поэтому эту территорию Конечно нужно Ну соответствующим образом Подготовить Но что касается Того что уже сделано Вот мы при поддержке Моего коллеги На этом округе Работающего депутата Тверской городской думы Ануфриева Юрия Владимировича При поддержке конечно Олега Станиславовича Депутата уже Более высокого уровня Законодательного собрания Нам удается Какие-то уже шаги Реально реализовывать Мы например сделали Там возле школы Парусного резерва Там много спортивных объектов Вот сейчас новый строится Мы сделали там Такие востребованные Сейчас объекты Городской инфраструктуры Спортивной Это воркаутная площадка Был реализован Проект Она построена Пользуется популярностью Населения Молодежь туда приходит Занимается И вот для наших Маленьких тверичан Чуть дальше За Тверецким мостом Сделан песочный парк Там все-таки Маленькие аттракциончики Для детей То есть очень охотно Жители Ближнего завода С детьми Мамы приходят Туда занимаются Играют Очень востребованный Тоже такой социальный объект Но конечно Как уже говорилось Эта зона требует Уже и более масштабных работ Для того чтобы она Стала комфортной И для отдыха И для проведения Каких-то культурно-массовых мероприятий Потому что это место Видовое Золотое Тверца впадает в Волгу В этом месте Это просто уникальное место Одно из топовых мест Туристических В Твере я считаю Давайте вспомним Все-таки еще раз Те объекты Там стадион Луч находится Которые в свое время Мы строили Благоустраивали Это две школы Парусная школа Мы часто видим Как на маленьких лодочках Детишки В фарватере Волги Тверцы Где она впадает В Волгу Они проводят Свои тренировки И парусные регаты Да Проходят Это вот Грибная база Которая строится Будет современная У нас на Тверце Вы знаете Одна Строится и на Волге Это важно Ботанический сад Конечно Это такой объект Очень серьезного притяжения Для туристов И тех Кто его посещает А я напомню Что там теперь появилась У нас и зимняя оранжерея Где могут И тропические уже растения Зимой туда люди приходят Поэтому Мы стараемся Вот эту территорию Таким образом Обустраивать И делать Сейчас Наша задача Восстановить Вот эту Попробовать лестницу Которая ведет Как раз Со старого Тверецкого моста В сторону Как раз Речного вокзала Где У нас и находится Сотый детский садик В том числе Для слабовидящих детей Поэтому Конечно Территория очень важна Ну и потом Давайте не забывать О том Что до сих пор Ведутся Дискуссии Среди историков О том Откуда же все-таки Город Тверь Начинался Да Наш Потому что Понятно Что территория Где находится Территория Тверского Кремля Мы понимаем Но Многие считают Что как раз Все-таки Город Зарождался Вот На территории О которой Мы сегодня Говорим Да И Наличие Там Монастыря И так далее Поэтому Все это Очень важно Ну вот Мы затронули Наш университет Вы знаете У нас тоже Большая Очень программа Это Развитие Университетского Городка На Соменке Конечно Нам в первую очередь Хотелось бы Запустить И достроить Скажем так Новый учебный Корпус Но в принципе Есть определенная Очень серьезная Программа Тоже развития Этой территории Которая там Недалеко Находится В общем-то Если мы Говорим И Там тоже Рекреационные Зоны Появились Очень интересные Спортивные Объекты Общежития И так далее Поэтому Район развивается С еще одним Учебным заведением Да Видите Как у нас Связано Это Поселок Сахарова Наш Это Сельскохозяйственная Академия Это Парк и сквер Вот Гурка Да Тоже там Историческая Наполненность Его Поэтому Заворский район Наш Он очень Такой Интересный На той стороне Наверное Тверцы Многие видят Преобразился Да Свято-Екатерининский Наш Монастырь И вообще Тоже Та территория Потихонечку Приводится В порядок Хочу сказать Что Вот эти два Важнейших Инфраструктурных Проекта Которые Сегодня в Заворском районе Реализуются И в Затверечье Это вот Водовод Прокладка Водовода Которая Идет Тоже По федеральной Программе Это Расшивка Огромной Для нас Проблематики С выездом В Бежицкое Направление Где Мы видели Какие пробки Там Собираются Особенно В выходные В дачный сезон Это все Очень важно Но еще раз Хотелось бы Тоже обратить Внимание И обратиться К нашим Горожанам Что Чрезвычайно Для города Важен Тот проект Который Связан С так называемым Северным Обводом Города Твери Потому что Я сейчас Много всяких Читаю Вещей Еще Будучи Главой Городом Мы с главой Калининского Района Добивались Этого Потому что У нас Нет Закольцовки Такой Окружной Дороги И как раз Реализация Этого проекта Даст Возможность Нам очень Серьезно Разгрузить Наш Заволжский Район Такой Который Очень Транспортно Замкнут Это и направление Выезд Через Старую Константиновку Туда В Кимры Потому что Сегодня Часть машин Вынуждена Идти через Восточный Мост Через Новый Мост Вот эти Огромные Пробки Образуются Это Бежицкое Направление Бежицкий Верх Мы понимаем Что это И не только Там Такие Районы Как Ромешковский Бежицкий Но это И Красный Холм Это И Сандово Санково И Молоково И Весегонск И так далее Поэтому И опять Это возможность И жителей Города И Тверской Области И туристов Приехать По скоростной Дороге Поэтому Конечно Эти все Вопросы Для нас Очень являются Чрезвычайно Важными Ну и То что Все-таки Мы подходим И это Большой Для нас Плюс Для завожья Это все-таки К строительству Западного Моста Потому что Тоже Эта проблематика Для нас Очень огромная Поэтому район Развивается И все это Конечно Нам бы хотелось Чтобы оно В определенной Степени Было взаимосвязано И может быть Вот такой Даже казалось бы Небольшой проект Благодаря Таким людям Как Владимир Александрович Который взялся Потихонечку Сначала один Потом к нему Стали примыкать люди Дает возможность Нашему заложью И городу Развиваться Очень активно На самом деле Вопрос Данной территории Волонского кладбища Он уже Давно Наболел В том числе У местных Жителей И многие Вроде бы Как-то И пытались Да Но вот Терпения Наверное Хотело Больше у вас Владимир Александрович Не только Самому Начать Но и подключить Всех Окружающих Вот Какие Вообще Перспективы У этого места Оно уже Имеет Все шансы Стать Каким-то Туристическим Объектом Оно вроде бы И на каких-то Картах появилось Если я не ошибаюсь Правильно Дмитрий Александрович Да Появилось Я смотрю Уже есть На карте Два ГИС Как они там Называются Эти карты Это наш Один из Добровольцев Военнослужащий Алексей Костров Вот Он сам Много Работал над тем Чтобы Внести Это в карты Википедию Вот В общем-то На разные Популярные Сайты Вот Да Место Это Развивается И люди Улицы Волынской Улицы Коноплянниковой Конечно Они Ну Может быть И не все Есть наверное Недовольные Вот Но в целом Конечно Очень позитивно К этому Относятся Ну Раньше там Был такой пустырь Да Через который Страшно-то И пройти Было Там ведь Есть еще Одна проблема Это Очень маленькая Дорога На улице Волынской Очень узкая Дорога И Конечно Там Фактически Нет пешеходной Зоны И это Несмотря на то Что В конце Улицы Находится Храм Серафима Саровского И поэтому Люди Не те Которые Из Соминки Идут А те Которые Идут Вот Из С улицы Красина И так далее Они Вынуждены Идти По Проезжей части Уз Такая узкая Такая узкая Можина С трудом Разъезжается И часто Выезжают Чтобы разъехаться На обочины Едут По обочинам Поэтому Жители Многие Спрашивают А будет ли Как-то Сделана Какая-нибудь Пешеходная Зона Ну и Есть и Опаски У людей Вот Пришла Женщина Говорит Мой отец В сороковые Годы Отхватил Говорит Немножечко Там Территория От кладбища Нас теперь Снесут Я говорю Нет Наверное Не снесут Вот Но Вот Есть такое И есть Конечно Безлаберность Проезжая На машинах Вот Я сам Лично Видел Как едут Люди Из Киселева И так далее Останавливается Автомобиль И вот Прям туда Вот На территорию Кладбища Выбрасывают Пакеты С мусором Это Видимо Старая Привычка Потому что Надо отметить Что еще год назад Там Недостаточная степень Воспитания В это Вандализм Называется Но есть такая теория Разбитых окон Знаете Что когда Благодаря вашим усилиям Когда наводится порядок То уже рука не поднимается На чистую территорию Что-то бросить То есть Ну вот К сожалению Такие встречаются У нас Я тоже говорю Что Лозунг Неправильный Правильный лозунг Чисто Именно там Где метут Там где метут Там и не ссорят Потому что Это дисциплинирует Вот А надеяться Просто на Сознательность Граждан Это Опрометчиво Люди будут Уважать себя И уважать Окружающую территорию Если она будет чистой Ну вы знаете Я вам в этом плане Хочу сказать Будучи главой города Вы помните У нас была целая программа Тверь чистый город Добрых людей Когда у нас И появились И урны И лавочки И мы стали Молодежь И экологические отряды И при школах И при колледжах И так далее Поэтому это целый Комплекс работы И воспитательный И воспитывать Надо С самого Раннего возраста С детского Может быть Даже сада И в семье И так далее Бережно к своему городу Относиться И здесь конечно Мы должны И убирать И не мусорить И на самом деле Беречь свой родной Любимый город Такой замечательный Тверь Город воинской славы Поэтому хотелось бы А что касается Вот уже Вопросов Комплексного развития Конечно Они должны Закладываться В генеральный план Развития города Он такой Есть Эта территория Еще раз я говорю Сегодня в ней Опять возвращается Вот такая вот Значимость Безусловно Мы планировали Когда-то Вот прямо До Киселева Сделать Такую пешеходную Зону Чтобы было Комфортно Это сделать Насколько быстро Все это будет Реализовано Конечно Сейчас сказать Сложно Это зависит От многих факторов Прежде всего И возможностей Игоровой Финансового города Но тем не менее Что такая работа Идет И мы помним Что совсем недавно Даже не было Прохода Под старым Тверецким мостом Вообще Эта зона Была Очень Заброшенная Вот сейчас Нас беспокоит Например Очень сквер Рядом с этой лесенкой Недостроя Например Мы тоже видим Объект Который вызывает Много критики И вопросов Это за северечь Речь идет Нет Речь идет Стоит Вот тот объект Незаконченного строительства За фонтаном На речном вокзале Который как раз Примыкает Вот По сути говоря Ну И К парусной школе Которая Тоже была Не так давно Построена Дети там Сегодня В нормальных Условиях Могут заниматься Вот Буквально Недавно Я звонил В передачу Где у вас был Начальник Областного УВД Мы говорили Потому что Есть там Случай Когда там Закладки Какие-то Организуют И шприцы Валяются И так далее Поэтому там Асоциальные люди Появляются Конечно Это вся такая Комплексная Большая работа Она ведется Но то что Сегодня уже Эта территория Да Совершенно Другой Вид имеет Это Мы все Прекрасно Понимаем Люди Это замечают Дальше Там у нас Такие же Объекты Есть у нас На Бежицком Шоссе Незаконченные Недострои Это на Улице Балагоева Я не буду Все перечислять Мы их видим Рядом со Старым Недалеко От старого Трампарка То есть Стоят такие Металлические Конструкции Мы тоже Этим занимаемся На территории Района Потому что Это тоже Такие точки Социального Притяжения Молодежи Особенно Мусор Туда выбрасывают Потом Опять же Объекты Эти Не только Опасность Такую представляют Но И не эксплуатируясь Никто не платит И за аренду Земли То есть Не наполняется Городской бюджет Поэтому проблем Конечно В нашем Заворском районе Их много И все Их необходимо Держать на контроле Решать Вот Но То что территория Это развивается Сегодня активно Это в том числе Благодаря И вот таким Замечательным людям Как Владимир Александрович Которому Хочется Огромное Спасибо Сказать Вот мы Где-то Года Полтора Два Познакомились И наше Вот сотрудничество Все теснее Теснее Происходит То есть Инициатива Самих жителей Района Она не остается Незамеченным Даже со стороны Властей В любом случае Конечно Мы работаем Очищенная территория Она всегда Привлечет Я всегда говорю Что от нас Жителей Зависит Очень много Дмитрий Леонидович Не даст Собрать Вот мы приходим Иногда Двор Дворовые территории Которые тоже Сегодня вызывают Нарекания У наших жителей Мы пытаемся Точечным Ямочным Ремонтом Заниматься Иногда Вместе с Депутатом Холодовым Ильей Александровичем Мы видим Один подъезд В одном и том же доме Три подъезда Один Извините меня Весь разбитый Грязный Второй Средний А третий Все там Чистенько Аккуратненько Занавесочки Даже висят Цветочки Это вот Показывает Тоже Отношение Жителей К своему Дому К своему Двору К своему району Поэтому здесь Нам необходимо Конечно Совместно Сработать И тут правильно Владимир Александрович Сказал Что не нужно ждать Пока Как говорится О тебе власти Позаботиться Нужно свою инициативу Власти Нужно самому Как говорится На власти надейся Сам не плашай То есть нужно Действительно самим Понимать Что это Вряд ли кто-то За тебя сделает Понятно Что у нас Такое патерналистское Воспитание Мышление Но уже все-таки Нужно перестраиваться И это даст Благие результаты Плоды Какую-то мы видим Конечно Я скажу Что очень много Критикуют власть В соцсетях И так далее Какие-то издевочки Сарказм Такой появляется На что бы Вот не строили Всегда найдется Тот Кто добавит Вот ложку дегтя Вот в это все Но хочется всегда Спросить А сам Вот что ты Конкретно сам Сделал для города Что ты предложил Только тогда Будет идти Хорошая работа И у власти В том числе Когда И власть И народ Будет В единстве Вот Относиться К своему городу Как хозяева Когда человек Выходит на улицу И он действительно Идет как хозяин Ведь дома Он же поднимет Бумажку с пола И так далее И не бросит бутылку Вот то же самое Касается и улицы Когда Человек Будет Ощущать себя Хозяином Этой территории Все будет Замечательно И даже При маленьком Бюджете Я считаю Ну тот же пример Тоже Одной из территорий Ну вот сейчас Мы видим Наши коллеги Губернатор Субботник Проводил В другой части Заловского района Это Комсомольская роща Где тоже Вот эта транспортная Проблема Да и сейчас уже Игорь Михайлович Говорит о возможности Вот выхода Через улицу Фрунзе Уже через Путепровод Почему-то Потому что Заволжье Очень тяжело Тверца рассекает Еще Железная дорога Вот Мы Тоже были на Субботнике На карьерах Тоже видим Да что там Где-то Обустраиваются Территории Все-таки Люди стали По-другому Немножко Относиться К этому И это тоже Такой уголок Очень важный Поэтому да Будем Вместе Работать Сейчас Прервемся На короткую рекламу Не переключайтесь Мы продолжаем Наш разговор Тема сегодняшней программы Это благоустройство В Заволжском районе Твери Перед выходом На рекламу У нас Мы обсудили Очень много вопросов И Еще один вопрос Да Дмитрий Леонидович Наверное Это больше к вам Неоднократно Даже Из разговоров Жителями Мы узнаем Что Не хватает Территорий Для выгула Животных Домашних Животных С этим Проблема Огромна Особенно Она обостряется Весной Когда сходит снег И в дворах Появляются Оттают Экскременты И в прочих Местах Где На общественных Зонах Вот Реально ли Эту проблему Решить Вот как Можно ее решить Главное Что реально Конечно Надо просто им заниматься Первое что я скажу Что это проблема Только надо понимать Что это не бездомных И не хозяйских животных Это проблема их хозяев Потому что Если посмотреть Сколько гадят люди То ни одна собака Столько не набросает Пивных банок Полиэтиленовых пакетов Или вот я сказал Что мы проводили С коллегой Депутатом Ануфрием Субботник На территории Заволжского района Мы там даже телевизоры Выброшенные Находили Это ближай Это вот возле Ботанического сада Это рекреационная зона Кому могло прийти в голову Выбрасывать туда телевизоры Разбитые То есть Вот до такой Это не собаки делали Значит Первое То что это проблема Конечно Безответственного владения Животными Второй момент Что мы должны людям Дать возможность Для цивилизованного И законного владения Своими питомцами К счастью Вот у нас За пандемию Есть один положительный момент У нас на 20% По-моему В России Возросло количество Домашних животных То есть Люди заводят охотно Домашних животных Это очень хорошая Позитивная тенденция Мы все-таки Идем по пути К более гуманному Отношению к животным Мы идем Во многом Наследуем Те позитивные Вот изменения Которые нам Цивилизованные страны Европейские Развиты Показывают Там много животных В Германии Во Франции И там созданы условия Для цивилизованного владения Поэтому мы должны Людям Ответственным владельцам Создавать условия Чтобы они могли Полноценно Обеспечивать животным Свойственную этому виду Животных Активность двигательную То есть Парк Который у нас Планируется сделать Возле Восточного моста Там огромная будет территория Вот я сейчас тоже Инициативу вношу Чтобы Там тоже предусмотреть Небольшую площадку Огороженную Для того Чтобы люди могли Не просто выгуливать А чтобы приходили Общались Есть очень много людей Которые приводят детей Хотя не могут Владеть сами животными В силу каких-то ограничений По площади жилой Или еще что-то Но очень охотно Есть у нас И каностерапия И так называемые Аджилити Когда люди спортом Занимаются Со своими питомцами Вот это нужно популяризировать И создавать возможность Для того Чтобы этим можно было Заниматься цивилизованно Культурно Безопасно Не причиняя никому Никаких хлопот И неудобств Поэтому Есть такие инициативы Я Это может быть Не для этого эфира Тема Я обращался Ко всем Главам Нашего Районов Нашего города Но к сожалению От всех глав Районов нашего города Мне пришел ответ Что на территории Твери Нет ни одного Клочка земли Размером с теннисный корт Где можно организовать Площадки для выголов Животных Более того У меня даже некоторые люди Готовы были сами За свой счет Их обустроить Группы людей И содержать Но даже им Не предоставили Такую возможность Мы от Думы Собирали группу Выезжали на территорию Химбазы Выезжали в Березовую рощу Еще куда-то Везде то близко школа То коммуникации То еще что-то Но знаете Я думаю Что это просто нежелание Заниматься этим вопросом Некоторых чиновников Потому что В сопоставимом По численности Городе Нашем Побративе Можно сказать В Хельсинки Там 100 парков Для выголов Животных В сопоставимом По численности Городе Тель-Авиве 70 площадок Для выголов Животных И 9 пляжей У нас нет ни одной Поэтому конечно Этот вопрос мы будем решать Вот сейчас я очередную Инициативу внес Соответствующее обращение К предложению К администрации Города Направил Оно поддержано Очень большим количеством Жителей Наших избирателей Горожан И в итоге Наверное хочется сказать Что благоустройство Наверное все-таки важно Инициатива И сознательность Это наверное самое главное Энтузиазм Сознательность Энтузиазм конечно И безусловно Благородный пример Владимир Александрович Напоминаю Что это программа Тема дня Мы с вами прощаемся Сегодня В гостях у нас Был Владимир Александрович Пимонов Человек Инициатор Благодаря ему Восстанавливается Волонское кладбище За Олужском районе Твере Как пример Благоустройства территории Депутат Тверской городской думы Домитрий Леонидич Нечаев И депутат законодательного собрания Олег Станиславович Лебедев Всего доброго Спасибо за внимание До встречи До свидания До свидания